Я была первым артековцем, а после меня поехал в Артек, тоже депутат, коллега мой, Фомин Виктор Николаевич. Депутаты окружного собрания Ольгу Каменеву, конечно, знают многие жители округа. И тем более, что Ольга Федоровна – педагог с сорокалетним стажем, которая передавала свои знания и любовь ученикам не одного поколения. Мы решили поближе познакомиться с этим замечательным человеком. И вот наша съемочная группа у нее дома. И, естественно, при первом знакомстве мы поинтересовались, где она родилась и кто были ее родители. Я, конечно, дочь нашей ненецкой тундры. Родилась я у местечка очень красивого озера Ортина. Это почти в 80 километрах от нашего города Наринмара. Ну а в паспорте у меня прописана деревня Кореговка, которая в 1958 году после глубокого затопления разрушена. И в 1958 году мы все переехали в поселок Красное. Ольге поселок очень понравился, и она полюбила его на всю жизнь. Там, в Красном, Ольга пошла в первый класс. Родители оленеводы продолжали заниматься своей работой. Они выходцы из Коми СССР, что мама моя, Марфида Егоровна, что отец Федор Ефимович. Всю жизнь они посвятили оленеводству. Семья у нас очень большая. Я десятый ребенок в семье. У меня было шесть братьев. Я говорю, было, потому что они уже из жизни ушли, к сожалению. И нас четыре девочки. Мама Ольги носила почетное звание «Мать-героиня». И в их родительском доме, в Красном, до сих пор хранятся документы о присвоении ей известного ордена за подписью Ворошилова и Георгадзе. Отец Федор Ефимович в конце 1941 года был призван на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Карельскому фронту нужны были специалисты по оленям, которые хорошо знают Север. В конце 1941 года ушел на войну в олено-транспортный батальон. Мама с седьмым ребенком, беременная с седьмым ребенком, осталась в чуме. И долю ответственность за семью принял старший наш брат Георгий Егор. Он долгое время у нас работал здесь, жил и работал в городе Наринмария на мясокомбинате. Многие его, наверное, и помнят. А продолжателем традиции оленеводства стал второй брат Ольги Анатолий Федорович Соболев, который за отличные показатели в деле прироста оленей был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. В нашем родительском доме почетное место занимает эта награда. Братьев у меня было шесть, я уже сказала, да? Владимир Третий с математическим уклоном парень был. И пошел он, и работал бухгалтером. Тоже в нашем колхозе ХАРП. Четвертый брат, очень позитивный, добрейший души человек Вячеслав Федорович. Он с красным дипломом закончил институт имени Герцена в Ленинграде в то время. И после окончания института был направлен директором в мою родную Красновскую школу. Следующий брат Николай также учился в институте Герцена, чтобы стать учителем математики. А самым близким по возрасту с Ольгой был брат Федор, который после окончания мединститута долгое время работал в Наринмаре. Доктор от бога Соболев Валерий Федорович. Его в городе, конечно, многие знают. Он закончил Ленинградский педитрический институт и вернулся молодым доктором в город Наринмар. Он очень бережно относился к любому человеку. Будь это ребенок, его пациент, или это седогласый мужчина. Каждого он понимал, чувствовал и горел желанием помочь. Гордится Ольга Федоровна и своими сестрами. Все они работали в оленеводстве и детских учреждениях. Воспитывали достойных детей и теперь на пенсии проживают в Красном. Это Елизавета с таким царским именем Елизавета. Она всю жизнь вышла за оленевода, выходца тоже из Коми, участника Великой Естественной войны Канева Илья Прокопьевича. Тоже уж, конечно, он ушел из жизни. А Елизавета у меня проживает в нашем родном поселке Красное. Мастерица большая. Что и вторая моя сестра Евдокия, Евдокия Федоровна Чупрова. Вот я вот так для вас, вот Чупров Григорий Иванович в милиции, помните, работал, да? Григорий Иванович, он чуть младше меня, но это мой племянник. И третья сестра Роза, вот она с таким мне малознакомым именем для нашей земли. Роза, она была названа в честь доктора, который принимал роды. Из раннего детства в памяти Ольги Федоровны глубоко запали, конечно, картины тундры. И прежде всего тундры весенней, когда из первых проталинок появляются листики-брусники. Когда солнце над тундрой уже стоит долго и пригревают обращенные к нему лица. Иногда стоишь, стоишь у чума, смотришь, вот чернеет проталинка. И вот представляете, вот так вот, словно что-то колышется, дышит. Это вот маленький-маленький олененок. Их я очень хорошо помню. У нас были как бы приручные оленята, авка мы называли, мы их кормили. С тундрового детства вот это очень запомнилось. Так как в Красной в 50-е годы была только начальная школа, с пятого класса Оля училась в интернате в Тельвиске. На каникулы детей отвозили на санях, запряженных лошадью. И это было очень празднично и весело. Такие розовольни, да, я помню их. Набитые сеном, малицы наши, теплая обувь, ну и тоба, кипимы настоящие. И мы вот рассаживались по этим розовольням и ехали домой в Красные. Естественно, что послевоенные поколения, как и их родители, были приучены к труду с самого раннего возраста. И ребята, отправляясь на каникулы, предназначенные, казалось бы, для игр и баловства, в первую очередь думали совсем о другом. В каникулы мы как-то в то время не думали, что это время для отдыха. Это для нас помощь родителям, помощь по дому. Это было самое первое. И, конечно, Оля, как и все ее сверстники, была пионеркой. Юных ленинцев учили на примерах пионеров-героев, чьи портреты были выставлены во всех школах. И энтузиазм ребят полностью был направлен на добрые, полезные обществу дела. Никогда не забуду пионерского задора. Недаром я потом и сама вожатой пришлось поработать. Интернатскую жизнь, как бы хорошо ни было, простой не назовешь. Новая обстановка, новые условия жизни, порой кажущиеся дикими, как то спальные помещения на 18 человек. Тем не менее, на разные шалости и дурные привычки у детей там практически не было времени. Я никогда, обучаясь с пятого по восьмой, я никогда нигде не видела курящего мальчика, не говоря уже о девочке. У нас мы вообще не говорили о курении. За хорошую учебу и активную общественную работу Олю еще в пятом классе назначили председателем совета дружины школы. Она была награждена путевкой, как бы сейчас сказали, в элитный пионерский лагерь. Я была первым артековцем, а после меня поехал в артек, тоже депутат, коллега мой, Фомин Виктор Николаевич. Только я была в мае, это как бы начало, конец учебного года, а он попозже, он об этом мне тоже говорил. Там на берегу Черного моря вожатые педагоги старались раскрывать у ребят всяческие таланты. У кого-то вдруг просыпались способности к танцам, кто-то проявлялся как перспективный спортсмен. А героиня этой программы поразила старших наставников своими вокальными данными. И естественно, ее сразу выставили на один из проходящих там детских конкурсов. Песня была чрезвычайно популярна в те годы, так как исполнял ее чудо-ребенок того времени Лабертина Лоретти. И она звучала повсюду. Пела песню, есть такие моменты, где действительно закрываешь глаза и представляла раздолье тундры. А Ольге тогда специалисты очень настоятельно рекомендовали продолжать заниматься вокальным пением. Однако многочисленные семейные заботы и различные общественные нагрузки не оставляли времени на совершенствование исполнительского мастерства. И, конечно, у нас не было таких возможностей тогда. И сейчас я говорю, как здорово, что в нашем Ненецком автономном округе дети одаренные, дети, которые сами стремятся, пусть даже у них, может быть, нет такой одаренности, но сами стремятся к успеху, их поддерживает наш округ. Я за это очень-очень рада, как мама, как бабушка, ну и в целом как жители округа. Продолжение разговора с удивительным человеком, педагогом и общественным деятелем, депутатом окружного собрания Ольгой Каменевой вы сможете посмотреть в следующей программе «Знакомый, незнакомый человек».